Платить в два раза меньше Елены Свидерской, ветеран труда, ей положена льгота на оплату услуги по обращению с ТКО. Она получает компенсацию в размере 50% от начисленных за оказание услуг сумка плате. Ну это очень удобно, особенно если учесть, что она начислена была в автоматическом режиме, не пришлось обращаться ни в органы соцзащиты с заявлением, не приносить какие-то квитанции об оплате. Все было начислено в автоматическом режиме, все производится четко. Мне приходит квитанция на полную оплату за вывоз мусора. Я оплачиваю и где-то через месяц мне приходит на карточку моя компенсация, которая мне положена. Льготы на оплату услуги по обращению с ТКО действуют для отдельных категорий граждан. К категории федеральных льготников относятся свыше 190 тысяч человек на территории нашего региона. Помимо ветеранов Великой Отечественной войны, это инвалиды, граждане, пострадавшие от техногенных катастроф. К категории региональных льготников относятся свыше 290 тысяч человек в нашей области. Это ветераны труда, лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, труженики тыла, многодетные семьи. Компенсации предоставляются при отсутствии задолженностей по оплате коммунальной услуги. Также для той категории граждан, которые не получают никаких льгот, рекоператор установил коэффициент 0,7 – порядка 30%. Получить эту льготу могут одинокопроживающие пенсионеры, единственные собственники жилья, дети-сироты и лица, оставшиеся без попечения родителей в возрасте от 18 до 23 лет. Чтобы воспользоваться льготой, необходимо предоставить пакет документов в Центр обслуживания населения рекоператора. Льготы будут предоставляться с момента обращения. И важный момент, изначально порядок предоставления льготы предусматривал ее действие до конца 2019 года. Но в виде отклик населения региональным операторам принято решение о продлении этой льготы также на 2020 год. Поэтому те, кто до сегодняшнего момента не получал льготы, могут к нам обратиться. Министерство от Экстройресурс получает сведения об оплате гражданами жилищно-коммунальных услуг. И на основании этих данных мы рассчитываем компенсацию и предоставляем ежемесячно гражданам. Всего в 63-м регионе компенсации получают около 500 тысяч жителей. Квитанции об оплате присылает Почта России. Региональный оператор ежемесячно выгружает платежные документы на Почту России по защищенным каналам связи не позднее 23 числа текущего месяца. Сотрудники почты направляют счета адресатам. Получив квиток, житель может оплатить его как в почтовом отделении, так и на дому. Например, в сельской местности, да и в городе тоже Почта России оказывает услугу на дому. Например, человек, которому сложно выйти из дома, он может позвонить в свое почтовое отделение или сказать своему почтальону. Почтальон к нему придет со специальным мобильным переносным кассовым терминалом. В 2019-м обращение с твердыми коммунальными отходами исключили из строки содержание ремонт жилья в общей квитанции на оплату ЖКУ. Из жилищных эта услуга перешла в разряд коммунальных. Единый региональный оператор заработал в Самарской области в начале года. Компания отвечает за транспортировку, сортировку и утилизацию мусора в регионе. Это важно для того, чтобы сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с несанкционированными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, Мэри Елчан, Максим Гусев. События.